В Славянском районе прошел турнир по военно-прикладным видам спорта памяти героя Советского Союза Ивана Гавриловича Лысанова. О воинской доблести, преемственности поколений и том, как стать настоящим солдатом, расскажут наши корреспонденты. В нашем районе турнир по военно-прикладным видам спорта «Наследники Победы», посвященный памяти героя Советского Союза Ивана Гавриловича Лысанова, проводится уже в одиннадцатый раз. Основная цель спортивных состязаний – подготовка ребят к службе в армии. По опыту наших выпускников, которые проходили через эти соревнования, различные лагеря, я с ними встречался уже после армии, они всем говорили, что они гораздо лучше готовы, чем призывники с других мест регионов. Вот это самая главная цель – подготовка к армии. В турнире приняли участие 19 команд из семи районов края. Каждый стремился победить и был уверен в своих силах. Приехали мы из города Героя Новороссийска на строй боевой, готовились два места. Хотим победить, уверены в этом, по крайней мере. Остязание состязаний было очень насыщенной. Снаряжение магазина 30-ю патронами, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на точность, военизированная эстафета, разборка-сборка автомата. Команда Славинского района из 17-й школы решила доверить выполнение разборки-сборки автомата в женские руки. Александра Годунова – одна из самых юных участниц турнира. Выполнить задание Александре удалось за 30 секунд. Правда, результатом девушка осталась недовольна. На тренировках она показывала гораздо лучшее время. Я разборки-сборки автомата училась в школе, еще с малого возраста. И сейчас у меня все получилось, там просто немного автомат другой. И получилось много времени для меня. По итогам всех состязаний были определены победители. Лучше всех с поставленными задачами справились ребята из военно-патриотического клуба «Будущий воин» Станицы Петровской. У них первое место. Серебряными призерами турнира также стали славянцы. Команда «Патриот» Славинского отделения «Союз казачьей молодежи». Третье место у представителей Тимошевского района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».